добрый день дорогие друзья добрый день в преддверии глобальных событий которые грядут до нового года в жизни двух столиц петербурга и москвы и поскольку тема этих глобальных событий будет связано с советским союзом в чем есть может быть и маленькое мое участие в нашей компании павел является главным пропагандистом опыта советского союза так вот помимо всего прочего мы там будем говорить о всевозможных развлечениях и детских занятиях в советском союзе дело в том что уже сейчас сталкиваешься с такой знаете классической проблемы отцов и детей когда ты вроде такой в душе юный молод дети не знают что такое сифы например да да а тебе иногда пишут те кто ну насмотрелись разных вещей у них сложилась определенная там картина но они даже не понимают как проходило детство простого советского ребенка причем надо сказать что конечно это детство но естественно отличалось какого периода скажем вот валерий массовский прекрасный джазмен у него умер недавно один из основателей первого джаза вообще клуба в советском союзе он рассказывал там совершенно про одно детство да это моя бабушка которая узнала о том что крыжовник оказывается не зеленый глубоко во взрослом возрасте потому что они жрали его вот пока он был зеленый кстати зеленый и кстати ничего никто у них там не дизентерии ничего потом соответственно 60 очень отличаются 70 но и 80 мы конечно будем говорить про конец 70-х начало 80-х то есть это тоже середина 80 это то что просто застали и и так далее так вот что я могу что-то сказать или ты хочешь что конечно да и во первых я совершенно четко помню что вокруг моей пятиэтажки на улице софи ковалевская она стояла в центре такого микрорайона софи ковалевская гражданский проспект северный и проспект науки рядом была станция метро академическая которую слава богу построили потом потому что это были кооперативные дома куплены моим дедом он заработал деньги на ассанской гриз ездил туда просила его заработал деньги и себе и чуть-чуть дочки отдал моей матери и соответственно родители моего отца покойного ныне тоже там скинулись и была куплена еще одна комнатная у них было духом все это соседних парадных было очень удобно так вот вокруг этого дома иногда валялись пробки винные их надо было собирать их надо было так сплющивать они были разные на самом деле были такие всякие зелененькие бывали красненькие и на эти пробки можно было дуться то есть играть на них это первое затем совершенно отчетливо помню тоже была такая эйфория по поводу футбола вырезались из газеты реально фотографии и на них ну вот как вкладыши тут надо про вкладыши потом тоже сказать так вот игралась пойдешь вот так вот так ну я уже газетных фотографий не стал а вкладыши помню чемпионаты поэтому вообще футбол был очень популярен да футбол был очень популярен а мы играли реально на вырезки с газетом вот у него платине а у меня еще кто-то и вот ты потом собираешь и идешь тоже вкладыши на самом деле вообще есть такое выражение опять-таки мало кто его понимает мир дружба жвачка нужно пояснить для ну то есть я прошу прощения для людей старшего возраста это все чтобы рассказываем это конечно как это это чай вот примерно так это людей младшего возраста это что такое чай чай это напиток подкрашенные замечательной краской которые добавляют вот эти замечательные пакетики сейчас кто-то напишет что павел перец же не пьет и через пакетик да павел перец все пьет когда ничего другого нет павел перец и колбасу будет жрать паша не примере даже колбасу жрет на самом деле вы на самом деле это опять-таки наследие советского детства потому что там ты был приучен вот что дают то бери то есть вот это знаете а мне пожалуйста без гемоу и глютен фри скажи там как бы советскому человеку про это советском союзе просто все было без пимов и глютен при паша поэтому советские люди и брали то что им дают ну как ты уже сказал никто от дизентерии до не умирал значит это важный я считаю комментарий да это важный комментарий хотя конечно по составу колбасы там было массой карикатуры прочее на эту тему я представляю какие бы карикатуры были сейчас ну да где это журнал крокодил да журнал крокодил на самом деле у меня страшно и страшно занималась свобода слова следующими вещами она откуда моя вот эта вся журналистка это вообще подоплек это у меня бабушка делала такие газеты на дни рождения она вырезала из крокодила какие-то карикатуры я думаю что это была какая-то тоже тема потому что мой дедушка тоже делал газету домашнюю она называлась ежик вот видишь и она вклеила туда фотографии нашего семейства и потом заставляла у меня была такая каторга потому что у меня бабушка заставляла приходить и писать втайне естественно от родителей потому что это были такие сюрпризы значит она еще стишки всякие придумывал под этим делом и поэтому у нас было огромное количество крокодила не все все эти выпуски они были все изрезаны потому что все в дом все в семью и долгое время мне эти газеты хранились потом я где-то на даче посеял соответственно до крокодила это тоже кормообразующий элемент советского бытия потому что это был один из главных сатиристических журналов я совершенно точно помню на чем там смеялись значит одна из главных тем это не научный исследовательский институт в которых считалось что значит сидят одни лоботрясы ни хрена там не происходит значит вот второе это ну вот такое да тотальное разгильдяйство раздолбайство как сейчас помню карикатуру стоит такой значит приемка дома стоит накрытый стол и кто-то прибегает и говорит у ревизора язва все короче тема накрылась дальше шел естественно международный блок где постоянно вот мы вообще не понимаешь такое не то что там америка прости господи вообще что такое франция например то есть мы смотрели когда иногда какие-то фильмы которые показывали в кинотеатрах и вот контекст происходящий происходившего особенно вот я помню фильм с бельмондо он не всегда был понятен опять таки вот сейчас вы вы приходите в торговый развлекательный центр вы можете заказать пиццу вы там не знаю получили права сели машину а когда появились первые видеофильмы вот мы подростки я вообще не понимал что значит вот людям привозят какую-то коробку они достают оттуда что-то потому что пиццы не было и как бы и жрут и вот эти постоянно вот эти палочками это домашняя еда какая-то в китайке куплено или вот они ходят какие-то кинотеатры под открытым небом где они сидят машины их и смотрят кино вот это все оно было абсолютно ну за гранью вообще добра и зла то есть я не понимал что это такое я могу дальше рассказывать рассказываю рассказываю потом я расскажу вопрос тебе задам если что просто я понимал да да просто когда допустим бельмондо в кино ел пиццу я понимал что он есть что-то тесто с начинкой но давайте сфиксируем что если паша что-то не понимал это не значит остальные люди паша был туповат и как бы не догонял был и остался и поэтому соответственно егор николаевич взял на себя тяжкий труд взвалила себе эту ношу который несет всю свою жизнь и не всю конечно последние 20 лет ну и будешь и ты же не бросишь ты же не бросишь коня на переправе тем более такого жеребца что крокодил это же заслуга кстати михаила кольцова такого замечательного сейчас паша расскажет его расстреляли но к сожалению нет но я не собираюсь педалирует эту тему что его расстреляли но при этом двоюродный брат у него или родной брат в карикатуриста то тут-то на самом деле потом выжил из по родной 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 до 100 лет даже да то есть это такая все таки была рулетка относительная и крокодил дальше соответственно школьная форма школьная форма ее надо было покупать в магазине детский мир я помню он был у нас на проспекте науки и конечно в когда ты был еще совсем маленький ты ходил прямо по школьной форме потом пошла такая мода ну не надевать хотя бы штаны то есть ты носил пиджак но носил джинсы джинсы все-таки носил носил потом джинс или брюки какие-то отличавшиеся до от покроя цвета и еще господи какому сейчас сказать было очень модно ходить с полиэтиленовыми пакетами школу то есть ты завязываешь засовываешь свои учебники туда полиэтиленовый пакет должен был быть какой-нибудь фирмовой ты засовываешь туда свои учебники и идешь вместе с ним вообще не застал прекрасно помню эти полиэтиленовые пакеты но именно такие вот с ручками не прозрачные прозрачные меня бабушка стирала и сушила их на соответственно на веревочке потому что опять таки ну не было такого что вы ходите и в магазине их дают с другой стороны может быть дельфины от этого не дохли в океанах да то есть не производилось такого количества пластика ненужного никчемного то есть то за что теперь всякие эти эко спикеры тут общался вчера с одной спикеры борется вот эти вот пакеты полиэтиленовые совершенно точно помню и ранец почему-то в школе у нас считался вот не камильфо то есть там объясняли что ранец это очень круто потому что он у тебя держит осанку и так далее кто бы мне сказал что пройдет какое-то время и замечательная но не состоявшийся к сожалению модельерша насти камчатова подарит мне ранец расписанный вручную я уже глубоко за 20 лет с этим ранцем буду колесить по по городу потому что он был очень клёвый ну то есть он реально выделялся из всего остального а модно было конечно носить какой-нибудь рюкзак но опять-таки рюкзак должен был быть импортный а импортный рюкзак он попадал как от капитана дальнего плавания какого-нибудь у нас жил такой у нас доме на пятом этаже на самом деле либо от форсовки вот здесь мы возвращаемся к этой фразе мир дружба жвачка что такое мир дружба жвачка это когда ты я сам этим не занимался но поскольку я был в пионерском лагере за каменогорском это уже от финской границы было крайне рядом там была пограничная зона сейчас говорят туда уже можно спокойно проехать в то время нужно было брать пропуск и вот за каменогорском между каменогорском и прудами туда в сторону светлогорска там был замечательный пионерский лагерь и от железной дороги по папинам путевками туда ездил и за выборгом и там было много людей детей из выборга а выборг постоянно приезжали финны и вот у них там были такие антиками на пурукуме антиками на там еще что-то короче дайте пожалуйста жвачку дайте пожалуйста ручку то есть они за ними бегали а финны им соответственно их одаривали и вот этот мир дружба жвачка это просто такая квинтэссенция вот этой самой форсы когда ты подходишь к кому-то иностранцу и от типа мир дружба на теперь дай жвачку и жвачка иностранная для конечно советского школьника это было целое событие был такой мультфильм если вы помните про попугая который там хаити хаити далась нам это говорите там да кеша дурень это ж бубль гум причем на самом деле сейчас задумаешься вот тогда уже в преддверии развала ссср появились жвачки дональд по рублю это были колоссальные деньги и ты тут подумаешь господи с чего они там были сделаны эти жвачки что там наверное было не напихано но там были вкладыши как раз таки вкладыши и надо сказать что опять-таки контекст вкладыши он не понимался до появления видеомагнитофонов ибо ну по телевизору диснея не крутили крутили наши мультфильмы причем вот как грешковца было то есть были мультфильмы кукольные были мультфильмы соответственно рисованные вот рисованные заходили кукольные мало кому заходили и вот когда ты ждешь спокойной ночи малыши а там показывать тебе кукольный мультфильм это был такой облом кукольный был очень мало в основном были рисованы и конечно наша школа она вот сейчас в 3d все как бы и я вижу что из но пока мир тоже то зачем я слежу только во франции еще сохраняется традиция рисования мультфильмов и я имею ввиду именно полномасштабных там на полтора часа у них там есть замечательное вообще совершенно произведение в этом плане в сша то конечно уже все фигарит 3d и как бы народ уже к этому приучен и мультфильм эти можно было смотреть только в определенное время только причем было в принципе сетка телевизионная когда я помню там 17 чем-то пока обязательно какие-то мультфильмы крутили вечером спокойной ночи малыша это святое естественно ну и когда там показывали какие-то вещи аля приключения капитана врунгеля или так везде можно было такого определенное время спарить в то время нет но я имею ввиду это не существовало существовали виде магнитофоны уже вот на тот момент у нас их у нас они были советские магнитофоны электроника на были вот так еще понимаете чем проблема то их ладно не были так их еще хрен купишь в общем затык то есть это сейчас ты понимаешь в интернет зашел и вот у тебя там новый телефон приехал зато были грампластинки да очень дешевые доступные с кучей всяких супер интересных радиоспектаклей например давай теперь я расскажу на свое детство по этому поводу и замечать анекдоты потом расскажу наверняка пошлый не не нет мои любимые пластинки с радиоспектаклями из детства самое любимое это пожалуй робин гуд это радиоспектакль с песнями на стихи роберта бёрнса причем когда я вырос я узнал что роберт бёрнс ничего про робин гуда не писал но талантливые авторы этого спектакля отобрали такие стихотворения роберта бёрнса которые по смыслу ложились в конву и даже известную известное произведение бёрнса честная бедность кто честной бедности своей стыдится и все прочее тот самый жалкий из людей трусливый раб и прочее они превратили в песню которую костра поют вольные стрелки робин гуда а заглавной песни стала песням в деревне парень был рожден на день когда родился он в календаре не донесен кому был нужен робин это песня значение стихотворение которое роберт бёрнс написал про себя а робин это уменьшительное его имя от роберта но в контексте спектакля эта песня превратилась опять же вы точнее стихотворение превратилась песню о робин гуд она была написана на прекрасный точнее к этим стихам была написана прекрасная музыка и до сих пор и помню вот и меня просто эта история завораживала прям было очень круто вот по-моему александр лазарев младший озвучивал там робин гуд я понятия не имею я слушал сказки пушкина вовсю вот но видишь ты такой у нас славянофил поскорный а я все на запад тянуло кстати между прочим эту пластинку я прослушал после того как посмотрел фильм баллада рыцаря айвенга я тут недавно но я не слушал но его показывали в сапсане я тут ездил крутой фильм с песнями владимир семёновича высоцкого очень сильное тоже впечатление в детстве произвел такой там конечно актер не помню фамилия с бородой это борис смельницкий шикарный шикарный вообще там все актеры играют замечательно вот очень нравится этот фильм до сих пор его пересмотрел второе место это пожалуй али баба и 40 разбойников а это пластинка у меня была до шикарный мюзикл с прекрасным на радиоле радиола было что такое на ножках на 4 такое стояла с прекрасными песнями аль баба там олег табаков его брат косым сергей юрский а глава разбойников армад они вообще просто превосходная история самый образцовый детский мюзикл который только можно представить себе вот это пожалуй были две любимые мои пластинки в детстве обещанное количество раз переслушивала вот но это не единственная история была еще тема которая тоже мне очень нравилась когда я был чуть-чуть помладше это тема про серия пластинок про приключения кузнечика кузи я слушал но не помню на самом деле когда потому что у меня очень рано поперли но я потом расскажу мне очень рано поперла музыка и на 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 бобиннике абу и бунием и все и короче да ну вот на этих пластинках если мне не изменяет память впервые прозвучала песня под крышей дома твоего там все песни поют юрий антонов вот под крышей дома твоего это тоже вообще отлично заходило просто прекрасная история мне очень нравилось и конечно же вообще непревзойденное наслаждение доставляли мне бременские музыканты она цвета и пластинка и мультфильм это все да да так что искать даже при отсутствии павлик диснеевских мультфильмов которые нельзя было посмотреть в любой момент когда тебе заблагорассудится детство это было счастливым потому что были вот такие формы приобщения к развлечения и приобщения к какой-то там сказочной музыкальной культуре вот это наполняло жизнь мою частности на сто процентов мне все это очень нравилось вплоть до того что я вообще с детства мечтал написать какой-нибудь детский мюзикл и может быть когда-нибудь все таки и напишу так подавно пора за дни в дни а то ты будешь как этот клипмейкер гусев был такой я даже до сих пор жився надеюсь сейчас клипмейкер гусев клипмейкер гусев смотрит нас и напрягся я у него это талантливый человек он свое время там вообще музыкант в прошлом в свое время там еще в 80-е года снял какой-то простой клип и у него поперлый он снимал очень много клипа для киркорова я вот него несколько раз брал интервью вот каждый раз когда я к нему прихожу и говорит вообще у меня мечта снять вот вот детский какой-то вот такой мюзикл каждый раз это рассказали по моему уже подрежали даже на режиссирование вот эти вот то что стали песни о главном вечно идет у нас по первому каналу это все прекрасно и кстати первая старая песня о главном были неплохие там еще я помню господи гарик сукачев первые нормально зашли потому что это было новое что-то мы посмотрели на всех этих людей в новую ипостась а потом это все пошло поехало но мы бухали на новый год с жеками пролетарской поэтому и с нашими прекрасными дамами поэтому нам это все было очень хорошо так вот по поводу музыки в краю магнолий плещет море сидят мальчишки на заборе вот и я это помню просто как сейчас все эти пластинки советских ансамблей а потом реально я да у родителей был бобинник и я вот нашел абу и банием я вот там услышал первый раз эту песню про распутина меня конечно штырило не по детски особенно у туабы и до сих пор не помню как песня она настолько потрясающе по гармонии было и звучание через бобинный магнитофон она передавалась с таким небольшим треском но опять таки наполняла это все каким-то антуражом я тут не знаю правда это или нет меня поправят типа ученые выяснили что стерильный звук он как бы плохо влияет на психику а вот этот вот треск пластиночный он аля как бы более тебя располагает к чему-то хорошим не разбираюсь но позитивному если кто знает поправьте пашу да я не претендую на то что это правда вообще мне на самом деле голову плевать я хочу рассказать про более такие уже жестокие но такие развлекухи значит каждый лет подожди про жестокие давай я еще пару слов скажу да правда чем я занимался в детстве как себя ощущалось что для меня было приметой советской жизни вот ты сказал про футбол футбол это очень важно потому что значительное время своей летней жизни до того как я пошел в школу и после того занимали игры с мячом я выходил во двор и практически с утра до ночи мы играли футбол была такая игра квадрат квадрат до квадрат это самое простое да причем я помню прекрасно там 15 собиралась во дворе четыре человека стояли играли в квадрат один в итоге вылетал получал пять минусов и вылетал вот и на его место кто-то другой становился все ждали терпеливо своей очереди было очень интересно еще минус пять было минус пять мячик от стенки отбивать ну конечно потом типа жопе дыли так да значит два было два наказания значит еще была американка кто-то стоял на воротах выбрасывал мяч играющие должны были головой забить если кто-то бил мимо ворота становился до ворота если пропускал больше пяти мячей то соответственно наказание наказание было два значит играли на жопке и на яйца на жопке это вот да ты становился в ворота и все должны были тебе мячом по заднице пробить вот с ноги очень серьезно вот а на яйца это на яйца играл нет ну всем и на яйца тоже никто же не знал что на самом деле яйца надо приберечь они пригодятся для определенных целей до павлик вот так вот отбил я свои яйца тогда и все и вот теперь страдает яйца не отбивали к счастью да это было по-другому ты мяч сжимал между ног и должен был как бы гусиным шагом пройти все поле у нас и по яйцам у вас и по яйцам мячиком да да и про дворовые истории значит каждое лето всегда шла охота за пустыми бутылочками из-под шампуня надо сказать что опять-таки вот сейчас заходишь в ванную какой-нибудь девушки вот видите какие прорываются и там все расставлено просто бутылями как бы и ты ну сейчас поскольку ты мужик вообще вот знаете это универсально шампунь и смазка для автомобиля и зубная паста чтобы это все в одном флаконе было до первых попавшийся берешь и намыливаешься а тогда на самом деле в ванной стоял как правило один шампунь никакого геля для душа не было их помине все мылись мылом вот когда этот шампунь заканчивался важно было эту бутылочку затырить потому что дальше ты берешь ручку пишущую авторучку отпиливаешь у нее она так сужается в ту часть у нее отпиливаешь протыкаешь этой пробочки дырку и вставляешь туда наполняешь водой и получается брызгалка и весь двор просто носился друг от друга этими брызгалками фигачил была еще более жестокая история это соответственно я скажу я никогда не стрелял за рогаток и не понимал давай я расскажу про брызгалку пока мы или брызгалку пока мы не забыли мы с папой с моими придумали еще одну форму использования этих вот банок бутылка из-под шампуня причем мы играли в ванной в подводную лодку но в принципе игра ты не замысловатая была там тоже была проделана дырочка только в корпусе они в пробке и когда я пятилетнем шестилетнем возрасте сидел в ванной я клал эту бутылку воображал что это подводная лодка она тихонечко набиралась и погружалась в итоге ну естественно конечно с этими бутылками и ванной тоже игрались потому что опять таки всяких плавающих уточек и прочее их было не знаю ну ты сравнил плавающую уточку или подводную лодку для пацана пятилетнюю простите ну ты суточки я пал суточкой я пал суточкой поэтому видите опять таки как это все надо мне уже ложится на кушетку психоаналитика рассказывать как меня в пятилетнем мудрости как мой взрослый дядя тронул за пальчик и с тех пор тебе пробили яйца и плаваешь с уточками плаваешь с уточками да а уточки за мной плавают вот отсюда вся твоя антисоветчина да отсюда вся такая стойкая неприемлемая антисоветчина лыжные палки их надо было распилить затем обточить с одного края из второго чтобы заусенцев не было один из краев ты обматывал изолентой потом наступил наступала эпоха цветения рябины причем конечно больше котировалась черноплодочка потому что она оставляла следы но черноплодочка росла в основном только на дачах поэтому надо было привозить а в городе постоянно была красная рябина и вот ходил красную рябину собирал и делал на самом деле не очень конечно поощрялась это пионерской организации всеми остальными потому что в школе тоже было развлечение то же самое только уже с плюснутыми бумажками стреляться из таких трубочек потом это извини пожалуйста ты играл в сифу играл в сифу это самое берешь любой предмет ну какую тряпку особенно которые стирают или даже комок бумаги просто тряпку еще не всегда для тряпку это да но тряпка не всегда под рукой просто вырываешь листок бумаги стих ради как следует то конкаешь можно еще плюнуть на него чтобы уж это было так добротная сифа настоящие дальше швыряешь кого-нибудь ну например в павлик на павлик становится сифой коем до сих пор является потому что он не смог бросить обратно вообще павлик должен бежать и не кидать соответственно это в кого-нибудь другого и тогда тот становился сифой вот у любого мальчика в принципе был складной нож ну то есть как бы это это было абсолютно нормально да потому что в эти складные ножи мы играли играли в ножички до в песочнице в основном но не в песочнице песочнице не воткнешь наоборот искалась земля черная такая чем мягче тем лучше и игралась в основном в две игры в танчики и в кораблике танчики это да да танчики ты кидал причем там так у тебя один танчик если ты ножик кладешь вот так вот по-другому дальше играли вот у нас была там градация то есть если в зависимости от того каким образом он воткнулся в землю тебе соответственно присваивалась ну какое-то количество очков допустим если сам простым образом там по моему лезвием под углом 90 градусов к земле то ты получал одного солдата если там не помнишь ты мог выбросить самолет уже кораблик а если он становился на торец то это подводная лодка это автоматически победил но это да это кораблик больше это вы вот так вот делали подкидывать их сгибаешь буквы г и вот так вот подкидываешь смысл всегда один есть там две базы или если много людей то там 34 ты идешь вот к этой базе а потом еще надо было то есть если эти кораблики встречаются надо будет кораблик потопить причем нельзя было подлодку которые тут если нож вот так вот падает нельзя было подлодку потопить просто простым корабликами точно так же надо было потопить подлодку конечно да и то же самое с танками то есть нельзя там фердинанда я помню там был фердинанд тигры и что-то еще почему-то у нас основном какие-то нет но это у вас просто ладно у одного были у одного были немецкие второго российские танки советские советские ну я же антисоветчик поэтому мне надо поддерживать как бы реноме и не опускаться о чем будет написать под комментарием то есть нож это было нормально последняя конечно стадии это втыкание в дерево но опять таки вот мне очень быстро объяснили что все-таки не надо в деревья втыкать я уж если втыкать то надо находить дерево уже дохлое ремнем объяснете нет меня ремнем бабушка два раза только пороли бабушки ремнем пароли потому что бабушки у бабушек все было нормально с восприятием жизни бабушка у меня была блокадница у нее совершенно вообще были другие то есть понятие проблемы для нее но это недавно рассказывал как представители его движения сидели и обсуждали какие-то проблемы она против сидел его подруга из донецкой и она потом вышла и сказала а у них вот вот эта проблема, да? Подруга, про которую ты рассказывал в нашем ролике. Ну, я имею в виду, это может быть любая подруга, это может быть любой друг из Донбасса, да, то есть из любой горячей точки. И как бы у него проблемы другого характера будут, а вот у других людей другие проблемы. У кого-то как бы телефон не включается, проблема, а кто-то сидит и думает, что он будет жрать завтра. Это уже не проблема. Поэтому у меня у бабушки были другие, как бы, восприятие жизни. Поэтому ты, естественно, все доедал. Ты, естественно, никогда, вообще никогда не кидал хлеб на пол. Ну, то есть, если старался в школе, если вдруг... Я не знаю, как во всем Советском Союзе, в Ленинграде это просто было. Если ты в школе вдруг кидался хлебом, это сразу тебе в дневник. И если это бабушка прочитает, это тебе просто самое настоящее. Поэтому нет, родители ремнем никого не пороли, на самом деле. А надо было! Да, чтобы выбивать из меня эту всю уточку. Я с уточкой расстался, наконец. Так вот, были дохлые деревья, и туда уже втыкались ножи. То есть, тренировались сначала, чтобы с одного оборота попасть, потом с двух, с трех. Естественно, от этого ножи ломались. Очень часто от ножей отлетали всякие накладки. Поэтому этим развлекались уже такие более махровые люди. В основном мы так вот. Отдельная тема советской жизни это была дача. У тебя была дача? Конечно. У меня с дачей связаны такие воспоминания. На лето я уезжал к бабушке с дедушкой. Бабушка и дедушка у меня жили в Красном селе. Часто черта города. А тогда это был... Может быть, и тогда уже была дача города. А у нас соседи была дача в Мурино. Господи, сказали бы, что там сейчас в Мурино. Клим там живет, кажется. Может, я и не прав. Короче, это был большой облом. Потому что дедушка и бабушка у меня происходили из еще крестьянских семей. Хотя они работали в городе с юности. Но, тем не менее, и деда, и бабку к земле тянуло очень сильно. Сначала была дача в одном месте. Потом по каким-то причинам дед ее продал. Купил новый участок в поселке Тайце. И начал все с изного. И вот я помню, меня прислали летом бабушке с дедушкой. Я строю планы, как я пойду играть в квадрат, в футбол. И как отлично проведу время со своими друзьями. И вдруг бабах в 7 утра меня бузит. Поехали на дачу. Вот мы едем на электричке до Тайца. Потом еще пешком туда идем, приходим. И дед с бабулей начинает. Там стоит бытовка. И они начинают работать на земле. Там что-то сажать, в парниках что-то делать. Я думаю, блин. И вот я помню, я там сидел одиноко, играл в ножички с собой как раз. У меня такие. Но дача это была как культовая история. Родители уже не особо работали на земле. Им было не особо это интересно. Они были уже совсем городские. А бабушка с дедушкой вообще просто ему хлебом было не корми, дай в земле покопаться. Ну, потому что да, это свой урожай, это ощущение своего хозяйства. Оно всегда присутствовало. Я когда уже в Гаудаму сядел такой проект «Читать модное», проводил книжные встречи, у меня там сформировалась одна тусовка, и там был один замечательный парень. Мы поехали к нему на дачу, не помню куда, и мы приезжаем, у него стоит дом, и у него весь, у него ни одной грядки, а весь газон просто такая ровная трава. И там очень кайфово. Дом, баня. Я говорю, а как тебе удалось достичь такого результата? Он говорит, это долгая, нудная работа с родителями, чтобы они тут не сажали ничего. Потому что действительно как бы желание что-то вырастить, а дело в том, что что-то вырастить в наших условиях, это надо очень постараться, потому что земля у нас, мягко говоря, не украинское, не черноземное, скажем так. И климат у нас далеко не тот, поэтому отсюда все эти парники и так далее, пленку натягиваю, пленку снимаю, стеклянный парник, секой парник, прополка эта вечная, еще какие-нибудь паразиты могут возникнуть, а еще дождь, град и прочее, и прочее, и, короче, в жару поливка, в холод укрывать их на ночь, там надо это все, и, в общем, целая история. Нет, дача, конечно, тоже присутствовала в больших количествах, и надо сказать, что там периодически было скучновато, потому что в городе все-таки у тебя есть определенный круг общения, а на даче ты маленький, там есть на соседнем участке девочка, ты стесняешься к ней подойти, ты до сих пор стесняешься к девочкам подходить, поэтому, ну, я имею в виду уже девочкам стал возрастным, я еще возрастным, да, возрастным, ты как, приходишь сразу в ванну, я сразу к вам говорю, где уточка, уточка, черт, ну, ладно, помылся, пошел отсюда, у меня обычно все так происходит, вот, да, вопрос, кстати, с девочками, тоже довольно актуальный, дело в том, что коммуникация близкая с девочками происходила в основном, если в пионерском лагере, то это, конечно, дискотеки, это вот, ты ее вот так вот держишь за талию, она тебе вот так вот кладет руки на плечи, когда девочка кого-то обнимала вот так, ты смотрел, ну, вообще, вообще, охотни, не до конца вообще понимал, для чего это все там надо и так далее, потому что, опять-таки, вот сейчас, мне кажется, дети, они вот в своем там возрасте знают больше, чем мы, чем я, 43 года, у меня есть такое ощущение, когда там родители что-нибудь расскажут, а тогда, конечно, тебе рассказывали про какие-то вещи, я помню, что мне во дворе рассказали про то, как вообще я появился на свет, я не поверил, ну, то есть, я как бы тут, что за бред, правду рассказали, что за бред, ну, правду, да, рассказали в понятных таких терминах, во дворе могут все что угодно рассказать, Павлик, но я, поскольку до сих пор исключительно новости во дворе черпаю, да, и все свои лекции, экскурсии строю исключительно на этом материале, да, я видел экскурсию по проходным дворам, да, да, это мой первоисточник, понюхайте, как здесь нас сали, вот, я, честно говоря, не поверил, и в школе это была табуированная тема, то есть, никакого целенаправленного, конечно, там, люди все вычитывали между срок и все такое прочее, и я помню, что когда мне было еще, по-моему, 12-13 лет, у нас была вожатая в пионерском лагере была 16, и когда ей случайно вдруг, ну, как случайно, она это просто позволила, залез под трусики, я даже не знал, что дальше делать, ну, то есть, как бы, и что. Сколько, сколько тебе было? 13, по-моему, мне было, вот. Так что, да, поэтому девочкам писали записки в классе, писали записки, приходи туда-то к пяти, иногда без подписи, да, иногда без подписи, потому что, да, у всех, у девочек, были такие тетрадочки с какими-то анкетами, анкеты ходили такие по классу, тебе давали анкету, и там, значит, твой любимый фильм, твой любимый то, твоя любимая сё, и ты вот заполняешь, и так далее, то есть, это вот опять-таки была такая система коммуникации межполовая, и за счет этого пыталась что-то добиваться, некоторые, конечно, сублимировали тем, что, ну, это до сих пор происходит, конечно, то есть, на самом деле, надо девочку толкнуть, на самом деле, надо там с ней что-то... зернулся. типа это... Еще была замечательная тема, которая... Я никогда этого тоже не понимал, никогда я тогда этим не занимался, я отодвинул это на... вот к 42-м годам, я думаю, к этому моменту, сиськи-попки-зажималки называлась, или письки-попки-зажималки, я не помню точно, да. Письки... Нет, ну, пусть быть сиськи-попки-зажималки, да, была еще такая тема, то есть, мне объясняли, что надо как-то девочку зажать в углу, и что-то с ней там делать, я так представил это все, то есть, это как-то я ее подхожу, зажимаю, что-то я ищу, а зачем, опять-таки, может быть, это каким-то... У меня уже тогда начало развиваться какое-то стратегическое мышление, может, это достигается каким-то другим путем, не обязательно ее надо вот прям насильно зажимать, может, как-то, ну, не знаю, поговорить сначала с ней, может быть, о чем-то, она и сама потом зажмется. Сейчас ты понял, что поговорить не катится, не катится, поэтому я сразу уточка, потом сиськи, пупки, зажималки, вот эта схема такая, да. То есть, дорогие друзья, мы хотели поговорить о советском детстве, а вырулили все-таки на наиболее интересную пупку тему. А вырулили на все такие скрытые комплексы, знаете, неизжитые. Павел первые 30 минут пытался сдерживаться, отвлекал внимание истории про вкладыши, дрызгалки и прочее, но на уме у него было одно. Но мне надо было, понимаете, мне нужно было кому-то это сказать когда-то, вот это сидит, мне же надо от этого избавляться, от этих комплексов, понимаешь, поэтому сейчас момент, подожди, жена звонит. Алло. Да-да-да. Слушай, но я на самом заберу, но чуть-чуть попозже, мне тут надо еще буквально 15-20, я завтра поеду. Закончить рассказ, ему нужно. Да-да-да. Да, подождите. Да, я позвоню, конечно, позвоню. Да-да. Ну, давай дальше про российские попки. Жену слил, давай рассказывай, люди ждут. Парни, вас ждет вторая серия. На самом деле, опять-таки, по части гигиены, я вот реально, мне потом объясняли, какие-то умные люди с точки зрения того, ну, вот я помню, что мылись один раз в неделю. Ну, то есть, я мылся один раз в неделю в ванной. Вот. И больше я не мылся. Ну, не знаю. Нет, я мылся один раз в неделю, и типа окей. То есть, этого хватало. Я потом, я это не помнил, но потом, когда я стал вспоминать, я действительно вспомнил, что это так. Наверное, это хрен знает. Может быть, какая-то вот эта история, то, что раз в неделю ходили люди в баню, парились раньше на Руси, но я понимал, что это не просто так происходило. Мне там начинали объяснять, что какая-то вот эта среда обитания, environment, то, что сейчас называется по-старославянски, ну, то есть, вот это все, оно какое-то было другое, что тебе этого, может быть, и не нужно было. Но факт остается в том, что многие дети от этого меньше болели. Я, когда столкнулся с историей про то, почему там раньше не мылись там всякие эти французские короли и прочее, они же типа наращивали значительный слой. Ну, считалось, что горячая вода, она передает там что-то там плохое. Людовик XIV, вот у меня есть книга французского историка, мылся два раза в своей жизни, когда он родился, когда он выходил замуж. То есть, женился. Мне кажется, для Франции это и тогда было почти одинаково. Вот. Вот такую тоже подробность помню. И надо сказать, что никто мне в подростковом возрасте не объяснял, что там нужны какие-то антиперспиранты. то есть, приходилось это уже своими какими-то мозгами постигать и допирать до этого самостоятельно. пользовался. Мыло это что такое? Ну, это такое вот, знаешь, намыливаешь себя, трешь так как следует, и песок пахнет. А я песок таскал с песочницей, им терся. Я думал, так надо. Блин. Слушай, вообще как, все неправильно. Дело абсолютно. Были еще разные очень довольно жестокие вещи, и, к сожалению, я этим тоже развлекался. Было такое понятие дымовуха. Значит, ты берешь расческу целлоуловинную. Как ты понял, что она целлоуловина? Они были из разных материалов, из разного пластика. Ее нужно было немножко так согнуть и понюхать. У нее был очень характерный запах. Значит, затем ты ее так вот ломаешь, отломаешь на несколько частей, заворачиваешь бумажку, поджигаешь ее, быстро-быстро тушишь, и куда-нибудь кидаешь. И она такая Затем была история со спички. Нужно было с головки спички состричь серу. В асфальте ты делаешь дырочку, высыпаешь туда эту серу, вставляешь, это тоже нужно было найти, либо гвоздь, но были еще такие специальные, я помню, болты. Болт прямо туда вставляешь, и сверху так шандарахшаешь, и получается бум. А еще я помню, что когда мы были в пионерском лагере, вот как раз там, мы развлекались тем, что клали, естественно, гузди на рельсы, и потом поезд проезжал, а не станешь такими плоскими. Нахрена это тебе надо? Я как бы не знаю. Точно так же, как вот эта байка про то, что нужно собирать комаров, дело с тем, что Карелия, она богата комарами, и вот нужно было насобирать комаров, и что-то там за килограмм комаров в аптеках дают чего-то там. Я такого не знаю, я помню, что ходили байки про малярийных комаров, знаешь, малярийных комаров. Это да, но то, что мы реально... Укус малярийного комара, все. В пионерском лагере было понятие дежурства, то есть, отряд, ну, то есть, каждый отряд, он раз там в неделю, как правило, он стоял на дежурстве, то есть, ну, самый попадос, это было пойти на кухню, потому что там тебя заставляли картошку чистить, и все такое прочее. Правда, зато ты мог пить неограниченное количество компота и софокрутов. Это был вообще атас, да, то есть, компота и софокрутов, это был главный десерт в пионерском лагере. Но были еще, соответственно, там блокпосты, так называемые, там было несколько входов в пионерский лагерь, надо было сидеть в этой будке, зачем, непонятно, чтобы никто не пошел, никто не вышел. Кому надо было входить, все выходили, кому надо было входить, ну, кто там пойдет. Ну, еще там были, соответственно, дежурства, там при директоре лагеря, там всем, при радиорубке тоже ты должен сидеть. И вот, когда ты сидишь в этой будке весь день тебе, ну, с каким-нибудь напарником своим, вот вы развлекаетесь этих комаров, ловите, и вот там какую-нибудь небольшую кучку-то набираешь. Ну, потом ты сейчас ее выкидываешь, потому что ты понимаешь, что это не то, чтобы не килограмм, это даже, не знаю, там, не грамм, наверное. Ну, вот такая тоже байка ходила. Так, что еще-то такого? Естественно, все вот сейчас так на раз не вспомнить. Конечно. Да, то есть, было еще огромное количество. Да, я помню, что когда я первый раз, это был 83-й год, я оказался в Севастополе. Вот, отдых. Отдых, да, мы с папой поехали, потрясающе, папа вышел на вокзале, тут же нашел, там стояли, эти люди сдавали, я помню, что нас везли на мотороллере с кузовом, и я сидел такой, задержаясь за эту штуку, это было круто, но так вот, что меня поразило, это то, что на асфальте валяются абрикосы, их никто не ест, они спелые, сладкие, я когда это увидел, я просто охренел. То есть, я был мальчик из Ленинграда, который там абрикосы, дай бог, там поест, я не знаю, там, если кто-то там на рынке купит, в магазинах, потому что они, как правило, не продавались, а тут вот они, в рассыпную, и пром-пром-пром-пром-пром, у меня есть фотография с пляжа, где я такой дрыщ, заморанный, как раз в 83-м году, с какими-то двумя мальчиками, которых я вообще в упор не помню. Я на юге оказался первый раз, по-моему, в 1986 году, вместе с родителями, мы поехали к друзьям родителей в город Николаев, на Украине. Я помню, что я еще неотчетливо представлял себе, из чего состоит Советский Союз, ну, я, наверное, где-то в глубине души понимал, что мы не в другой стране, но я не до конца понимал, что Украина – это отдельная республика. Я помню, когда я вышел во двор, меня родители отправили, там, иди погуляй, вот, набежали местные пацаны и стали спрашивать, ты откуда? И я с пафосом им сказал, что я из Советского Союза. А про абрикосы я тоже помню, да, это же была такая смешная история, потому что там было много всяких с нашей питерской, ленинградской точки зрения деликатесов, там была и куча вишни, черешни и прочего, 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 вот, и родители покупали их с пляжа ведрами, мы вышли, и покупали там два ветра вишни и два ведра черешни, потому что они стоили там буквально какие-то копейки, ну, и там за вечер все это съедалось, и в конце концов, уже дня через 3-4 мне все это особо надоело, и я попросил умом и стаканчик малины, малина там стоила прилично, как все эти четыре ведра. Ну, это да, когда наедаешься, почему, собственно, местные-то все и не едят, это все, шелкаются вот эти ягоды тоже, господи, как их накинешься, но ты же не будешь их вечно есть, все приедается, на самом деле. Да, то есть, поездка была абсолютно дикарем, то есть, никто никаким жилья не... Ну, я имею в виду, если не по путевке, потому что было еще развлечение по путевке, но об этом вот очень круто бы рассказал мой учитель, с которым мы в поход ходим, потому что он был как раз, он был единственным инструктором из Ленинграда, короче, не местным крымчанином, который водил, соответственно, туры по горам крымским, и он мне когда рассказывал, как там все было обустроено, я просто охреневал, там было все очень круто, с одной стороны, но с другой стороны там приходилось очень часто драться с местными, а это отдельная история про Советский Союз, когда ты... Вот эта телега, я жил, короче, на севере, там был Муринский ручей, вопрос, какого ты берега, это был абсолютно нормальный вопрос, я помню эту потрясающую моду, как раз начало 80-х, ватник, подпоясанный армейским ремнем, и кирзовые сапоги, и вот это вот так вот ходило модное, ну, я имею в виду подростки, и вот если этим кирзовым сапогом тебе как заехать, мало не покажется, и там ходили целые легенды, как, в общем, ходил там район на район, берег на берег, как там, значит, мочились и прочее, но вот история про то, с какого ты района, с какой ты улицы, туда-сюда, она присутствовала, и если, скажем, в Ленинграде она была меньше, то, ну, вот в других всевозможных закутках больше, и когда я уже, ну, в осознанном возрасте, мне было 17 лет, мы ездили в Астрахань за определенным продуктом такого зеленого свойства, то я был из Питера, а мой напарник Серега, ему было 23 года, он был из Москвы, мы никогда не говорили, что мы из Москвы, мы всегда говорили, что мы из Питера, и это сразу порождало определенный такой респект, симпатию, ну, там, значит, вопросы, я-то, ну, и Серега там очень много жил, поэтому спокойно все нам верили, что мы из Питера, потому что москвичей не любили, нигде, ну, возможно, я утрирую, может, где-то их улюбили, но, по крайней мере, вот сколько я поездил, а у нас были такие с приключениями, это все описано у меня в книге «Откосякада штанги» очень подробно, с приключениями, мы там на перекладных и прочее передвигались, «Откосякада штанги». Нет, Москва, ноу, Питер, да. Я вот жил на улице Костюшка, и наш район назывался на местном следе Кости, а неподалеку находится предпортовый проезд, он на следе назывался Скифы, не знаю почему, вот, я уже этого не видел, но ходили легенды в начале 90-х, что в 80-х была непримиримая война между Костями и Скифами, просто там, так сказать, много народу полегло. Ну, когда мне просто показали настоящий кастет, я охренел, то есть, это такая, причем сделано вот мастерски, это делалось на заводах, всевозможными токарями такая реально прямо в пальцы кладется, и даже если ты вообще не умеешь драться, если этой штукой нормально заехать, то я боюсь, что... И никому не приходило в голову, что ты там, не знаю, ты можешь выбить зубы, там, стрясение мозга, все думают, ну, то есть, для всех это было, ну, такое, ну, подумаешь, ну, да, ну, подумаешь, как бы, ну, зуб там, ну, голова у тебя немножко поболит, то есть, это как вот, я читаю там всякие воспоминания, там, контузию солдат, там, суворовских и прочих времен, ну, там, у человека поболела голова, пошел дальше, да, сейчас вот подумаешь, там, боже, там, футболиста с поля выносят, наверное, на носилках, ему там, значит, поноженьки ударили, то есть, опять-таки, как меняется восприятие даже болевого порога и последствий для твоего здоровья, то есть, в Советском Союзе люди об этом вообще не парились, то есть, как бы, было и прошло. Так, ну, сейчас, если еще... А, ну, Семен Семенович, это уже, это уже на излете, но, конечно же, конечно же, магнитофон романтик, магнитофон романтик, вот, был замечательный, прекрасный скетч в КВН, он назывался «Пасек для магнитофона», и, опять-таки, современные подростки и прочие замечательные представители рода человеческого вообще даже слова «пасек» не понимают, значит, дело в том, что магнитофон работал на батарейках, ты ходил с ним на плече, или вот так вот неся, оттуда орала, значит, какая-нибудь такая диско-музыка, и бывало, действительно, что там вот этот пасек, это такая резиновая штучка, он растягивался, у тебя кассета начиналась короче, нужно было магнитофон разобрать. Идеально подходили для этого две вещи, либо воздушный шарик, ты его отрезаешь, и там вот этот маленький кружочек, он как раз хорошо растягивается. Либо презерватив. Но купить презерватив в аптеке стеснялись. Ну, потому что в магазинах он не продавался, как сейчас ты заходишь. Он тебе на каждой заправке, пожалуйста, любой формы и прочего. Опять-таки я-то не беру, потому что... Ну, стыдно, конечно. Мне стыдно. Тем более я только с уточками купаюсь. Но я это вижу. Нет, я к тому, что, Павлик, представь, тебе 14 лет, ты приходишь покупать презерватив в аптеку. А потом раз, там, твоя бабушка тебе, Павлик. Да, зачем тебе презерватив? Ну, мне в 14 презерватив он не нужен был. Мне нужно. Мне презерватив понадобился в 15. А в 14 он мне еще нужен исключительно был для пасека. И вот, короче, из гондона, уж простите за это слово, но как мы его называли в детстве, так я и говорю. Вот ты делаешь этот пасек, составляешь между этими штучками, и у тебя магнитофон начинает нормально работать. И это была, кстати, очень почему-то частая история. Вот эти вот пасеки, они очень часто летели, и в КВН как раз там требования, значит, кто-то как в заложнике захватил вот именно тот миллион долларов самолет, и пасек для магнитофона. Вот, то есть, вот это вот хождение, вот эти кирвы в сапогах, с этим вечером ты идешь, ты весь такой блатной. У меня не было своего магнитофона, денег не было на это, а вот у моего соседа был. И вот он идет, и я такой прямо царь горы, король на самом деле. Ну, вот как-то так. Это то, что я вспомнил. Естественно, там еще масса всего, что потом придет в голову. К чему все это? Да, к чему все это? К тому, что Павел немного неотчетливо вначале сказал. Вот, ну, что поделаешь. Ну, поскольку вы теперь знаете, какое у меня было тяжелое детство, поэтому, к сожалению, я, видясь, страдаю аутизмом своего рода. Лечение дает, конечно. Результаты, но не сто процентов. Не сто процентов. Но вот если Егор определенную терапию мне прописывает, я, конечно, стараюсь исследовать. Прописываю, да. Так вот, 19 октября в Санкт-Петербурге в киноловке гостиницы «Москва» состоится фестиваль «Цифровая история. Мир советского человека», где мы поговорим о том, из чего состоял быт, культура и вообще повседневность советского гражданина, советского человека. Во всех ее аспектах. Во всех ее аспектах. Вы нам очень поможете, если в комментариях к этому видео напишите, каким для вас запомнился Советский Союз, какие приметы СССР вы можете использовать. В бытовом преломлении. Да, именно в бытовом. Про вашу повседневную жизнь, про ваши развлечения. Но только единственное бы, хотелось бы, чтобы вы, знаете, структурно выражались, потому, что мы-то по-живому это все делаем, без редактуры. А вы можете сесть и вспомнить, что «Ой, а мы развлекались, смотрите как». И там пункт первый, пункт второй, пункт третий. Или там «О, здесь вот у Павла сказал, что так было, а вот здесь у нас было не так, а вот это он вообще нагнал». Хотя, в общем-то, я рассказал все то, чем я сам занимался. Некоторые вещи, которыми ты занимался, рассказывать нельзя. Ну, про те вещи, которыми нельзя рассказывать, я не рассказывал, на самом деле. Ну, слава богу. Да. Дорогие друзья, 19 октября ждем вас. Билеты можно приобрести по ссылочке в описании. Я думаю, что, в принципе, можно уже за травочку-то и про Москву можно. Да, да. Москва у нас состоится 30 ноября, 1 декабря. Тема фестиваля «История и литература». Будет очень круто. Приходите, дорогие друзья. Да. Соответственно, всю информацию, как Егор сказал, вот там. Я еще потихонечку вожу экскурсии, но я думаю, что съезжу в Берлин, свожу группу, и, наверное, в Москве уже, не знаю, буду ли, в Питере пока еще вожу. И вот, кстати, по поводу Берлина, вот в марте, если кто-то хочет лететь, я думаю, что уже хочу в марте набирать группу, потому что с октябрем-ноябрем есть там еще места, но можно. И в Париж в конце января уже вот народ попер активно, но тоже места есть. Пишите, пожалуйста. Вот. Вся информация тоже там есть. На этом все. Увидимся с вами оффлайн-онлайн, на фестивале и прочее. А ты, кстати, будешь живеть? Ты же хотел... Зайду, зайду, да. Егор обещал зайти на фестиваль, но мне кажется, это отличный повод, чтобы посетить. Ладно. Комментарии. Пока. До новых встреч.